Приветствую вас, мои дорогие зрительницы! С вами Лилия Донскова, и сегодня мы будем с вами делать макияж под такой летний золотистый сарафанчик. Я сегодня убрала волосы, потому что очень жарко на улице, и хочется чего-то легкого, такого невесомого. И в то же время хочется подчеркнуть лицо, макияж глаз, делать макияж губ. И мы сегодня с вами проделаем поэтапно от начала до конца. Уход за кожей лица уже сделан. Я рекомендую макияж не начинать, пока кожу не подготовили. Иначе, особенно когда вы будете носить тональную основу, это все будет выглядеть очень неровно, может лечь пятнами основа, или какие-то ширушки торчать. Поэтому, прежде всего, комплексный уход. Обязательно. Следующее, что мы делаем, это обязательно праймер. Я уже много лет без праймера макияж вообще не делаю. Иногда бывает, я забываю или тороплюсь, делаю без праймера, и эффект немножко другой. Тоже неплохо, потому что кожа ухоженная. Но с праймером все намного круче. И берем небольшое количество праймера. Я сейчас использую из серии The One. Это новый праймер. Мне он достаточно сильно понравился. Но мой любимчик, все же фаворит, остается праймер Novage. Но у него и цена, соответственно, более такая... Как сказать... Значительная. То есть не каждый себе может позволить. В следующий раз я вам покажу прям разницу праймеров. И аккуратно, плоской кистью распределяем праймер по всей коже лица. Аккуратненько. Кожу не растягиваем. Вот. Что делает праймер? Он готовит кожу к тому, чтобы мы нанесли тон. И тон ложится просто идеально. Для нанесения тона нам понадобится такая плоская, пушистая, набивная кисть. После вот всего, что я попробовала, я считаю, что это кисть фаворит. Я беру тональную основу Giordani Gold. Это тон Fluid. Сейчас скажу, какой оттенок у меня. Light Ivory. Это слоновая кость. Ну, я немножко подзагорела, но не сильно. И чтобы не было разницы между шеей и лицом, за этим очень важно нужно следить. Не нужно выбирать тон темнее, чем тон шеи. Будьте аккуратны. И аккуратненько этой кистью начинаем наносить тон. Я сейчас на одну половинку нанесу. И вы посмотрите, как преображается лицо. Из-за того, что это тон Fluid, он сразу схватывается, высыхает. И кожа, я и губы захватываю, и кожа уже выглядит, как будто она припудренная. Вот посмотрите. Сейчас половинку губа. Смело делайте и в бровях, и в ресничках. То есть мы как будто лицо готовим, так полируем. Разница очевидная. Сразу тон лица выровнялся. И скрылись все неровные смеси, веснушки, остатки какой-то там пигментации не совсем выявило. А это стало прям идеально. Я очень люблю этот тон, но его нужно пробовать. Не каждой коже он тоже подходит. Такие смахи делаю. И то же самое на второй половинке. Я добавляю на руку. Я беру с руки. Единственное, что мне в нем не очень нравится, это пипетка. Она, конечно, неудобная абсолютно. Но я аккуратненько взбиваю крем, наношу на руку и уже с руки беру. Для меня это единственный удобный способ использования этого тона. И очень быстро. Что мне нравится, я обожаю простоту и быстроту в использовании продукции. Я не люблю, когда там нужно долго-долго с этим возиться. Следом я тут же беру корректор. Слышите, да? Я гремлю своими кистями. Корректор Джордани. У меня темный оттенок. Я брала на лето потемнее. Зимой я пользуюсь более светлым. Я плоской кистью набираю немножко корректора. Сейчас возьму зеркало. У меня зеркало далеко висит. И аккуратненько наношу на синячок, который образует венка, которая проходит вот здесь вот у меня во внутреннем углу глаза. Она отбрасывает тень и получается, как будто у меня под глазами мешки такие синяки. Вот я убрала источник синевы и сразу поменялось восприятие. Заметно это? Напишите в комментариях. Беру опять немножечко. То есть важно, чтобы кисть была такая плоская. супруга и ей мы наносим на источник синего света. Там дальше тени у нас поработают. Самое главное убрать этот синячок. У кого бывают тоже синячки под глазами, конечно же вам в помощь корректор, потому что он великолепно справляется с проблемными участками, где надо что-то спрятать, скрыть и так далее. Так, далее мы берем с вами кисть для пудры и все равно немножечко лицо припудриваю, потому что сейчас жарко. Моя любимая рассыпчатая пудра серия The One. Убожаю ее просто, я балдею от этого продукта. Нужно иметь и рассыпчатую пудру для основного макияжа, и компактную для того, чтобы отправить. То есть я постучала кисть, пудра распределилась по всей кисти и уже теперь я разбрасываю пудру по всему лицу. То есть много здесь пудры и не надо, потому что тон уже идет с эффектом пудры. Но пудра нужна для того, чтобы румяна легли идеально. И для румян мы берем скошенную кисть, берем румяна. Сейчас актуально, конечно, такие вот более как бронзовые, потому что кожа немножко подзагорела. Можно вот набрать румяна, сдуть излишки, потому что когда вы набираете на кисть, может они где-то больше набраться, где-то меньше, чтобы не было пятен. И аккуратненько кидаем румяшечку, то есть мы не заходим за середину глаза, то есть близко к носу румяна не надо наносить. И мы их так, естественно, сейчас модно как бы намекнуть на румянец, но чтобы его не было слишком много. То есть мы чуть-чуть выделяем скулу. Если вы заметили, я не пользуюсь специальными корректирующими средствами, потому что это достаточно долго и, в общем-то, нет необходимости. Они больше подходят уже для профессионального такого макияжа, на фотосессию. Так, румяна нанесли, можно еще вот кончик носа. И берем капельку хайлайтера. Тоже новинка вышла в Арифлейм, шикарная новинка. Я ее прямо оценила. Сразу лицо выглядит таким более холеным. И вот такой губочкой аккуратненько я наношу небольшое количество на межбробный участок и на переносицу. Небольшое количество прям берем. То есть легкое сияние кожи. Вот на эту зону, которая отделяет у нас область глаз и скулы. Да, или где у нас румяны по линии. Румян чуть-чуть. Дальше. С этой стороны делаем то же самое. Легкое-легкое сияние, оно делает лицо невообразимо, просто прекрасно. Над губой этой ямочкой. И можно вот сюда немножко. А кто не носит челку, очень красиво смотрится. Если вот такой вот вывести как треугольник, начиная от бровей, чуть-чуть увести вверх. То есть вот такой вот треугольник делать. Ну, у меня челка, поэтому нет необходимости. То есть вот эту зону раскрыть. Ну, и помним, все, что блестит, оно вытаскивает. Да, где-то там складочки, морщинки. Опять получилось, что много лишнего. Ну, мы просто потом смоем. Лишнее тоже не нужно. И вот лицо сразу такое оживляется, прихорашивает, становится каким-то интересным. Какой сегодня я буду делать макияж? Хочется чего-то такого в золотистых тонах. И как основу я буду использовать такие блестящие тени. Зыван, они делают хорошую сцепку с сухими тенями. То есть их и видно не будет, но сухие тени лягут уже более так основательно. Я тоненьким слоем наношу блестящие эти тени. Они мне, в принципе, вот не нужны сами по себе. Но как основа они просто шикарные. Аккуратненько вот эту зону захватываю, где я буду выводить тени. Излишки растушевываю. Закрываю. Делаю первый глаз. То есть пока не высохли тени, я делаю первый глаз. Вот я буду использовать такую палеточку. Это тоже серия из Ивана. Она была праздничная. И сейчас ее в продаже нет. Иногда бывает, правда, в спецпредложениях. Но давно уже не видела, поэтому, ну как сказать, нет и нет. Что ж теперь? Я набираю много-много золотых теней. И начинаю их припечатывать к основе. Во-первых, они будут смотреться более эффектно. То есть когда на основу мы кладем тени, то они смотрятся очень эффектно и красиво. То есть я заполняю вот эту зону подвижного века. И у нас такое золото появляется. То есть можно подобрать золотые тени. Они есть в коллекции... Забыла, как называется. Colorbox. Да, там есть золотистый оттенок. Так. И вот так я остановлюсь. Делаю второй глаз. Я же вам говорила, что сегодня будет такой невесомый золотистый макияж. Покажу вам фишечку еще одну. Очень люблю в макияже использовать какие-то цветные материалы. К сожалению, у нас их не очень много. Но как только что-то появляется, я это обязательно выписываю себе. Это цветные контуры, цветные тени, стрелочки, подводки. И делаем то же самое. Голосом сегодня я быстренько припечатываю золотистые тени. То есть такой образ, вот легкий сарафанчик, когда на вас не хочется перегружать объемом теней. Потому что, ну, это тоже не очень как теней к темной косметике и так далее. Так, следующий шаг. Мы с вами забыли накрасить брови, но сделаем это сейчас. Пока тени остановимся. То есть берем кисточку для бровей, брови тщательно расчесываем. Я брови, кстати, недавно красила, поэтому они у меня достаточно выразительные. И будем использовать тоже палеточку The One для коррекции бровей. Такая палеточка. Ну, лучшего средства я еще не видела. Кстати, не знаю, куда ты делал свой карандаш для бровей. И рада, что есть эта палетка, потому что, в принципе, можно только с ней, с одной сделать прекрасный макияж бровей. Ну, вот начинаем красить брови по линии роста волосочков. То есть мы как бы повторяем бровь и усиливаем там, где нужно. Может быть, где-то пустоты, там есть волосы, растут на бровях неравномерно. Или вы хотите сделать их чуть шире. Ну, пожалуйста, это все можно делать с кисточкой. Аккуратненько дорисовываем то, что нам необходимо. Следите за линиями. Вот смотрите, если мы проложим линию от крыла носа, край глаза, и бровь не должна выходить дальше. И, в принципе, вот тени, они тоже должны как раз укладываться в эту же границу. Потому что, если мы делаем что-то уже далеко, это больше как уже вечерний такой макияж. Праздничный, там уже допускаются некоторые отклонения от классики, да, жанра. И вот уже темным оттенком я прокрашиваю остаток. То есть, если вы заметили, начало брови я сделала более светлым. То есть, чтобы не было нагрузки на эту зону. Потому что, если мы сюда сделаем темное, широкое, то мы как бы в глаза соберем в кучу. То есть, акцент будет у нас сюда. Нужно соблюдать гармонию в лице, да, следите вот за этими линиями, чтобы было более понятно. Можно что-то немножко накрасить, сделать шаг назад, посмотреть на себя в целом. Потому что, когда мы красимся в маленькое зеркало, мы видим кусочек себя. И это как, знаете, вот в пазлах. Если один пазл мы видим, мы не узнаем еще, какая будет целиком картина. А когда мы делаем шаг назад, уже видим полностью свой образ, то, соответственно, у нас уже более понятная картинка складывается. И опять же, мне нужна расчесочка. Это я уже делаю. И расчесочкой очень хорошо мы выравниваем красочку, распределяем. Лишнее стряхнем, если нужно. Ну и все. Бровки сейчас модные такие натуральные, чтобы незаметно было, что они накрашены. То есть, уже ушли из мода такие прямоугольники, четкие линии, когда все прокрашено очень жестко. Это уже не актуально, я бы так сказала. Следующий шаг очень сложный. Пока даже не представляю, как я это буду делать в это зеркало. Я буду использовать сейчас подводку жидкую из серии Very Me. Тоже эта коллекция, мне кажется, зимой ушла у нас уже. Ну, я очень люблю эту подводку. Как говорится, кто сможет накрасить глаза подводкой, это супер женщина. Вот так вот аккуратненько крашу. Она не стойкая, но ложится классно. Чем она хороша, она не трескается. Потому что есть подводки, которые... Они могут полежать какое-то время, а потом лопаются. Я наблюдала такие картинки у некоторых девочек. Это не Арифлейм подводки. То есть, на первый взгляд, они такие вау, шикарные. А потом проходит несколько часов, и она растрескивается, как каркелер. Выглядит, конечно, не очень хорошо. То есть, сначала я прокрашиваю без хвостика. Тут надо просто руку набивать, и все будет получаться. Не могу говорить, когда крашу подводку, потому что очень тонкая работа. Линии должны быть идеальные, чтобы не исправлять. Потому что исправить уже, когда накрашены тени, достаточно сложно. И вот теперь рисуем хвостик. Я приближаюсь к вам поближе. Как его нарисовать? Если у вас возникают сложности со стрелками, воспользуйтесь такой подсказкой. Вот смотрите, вы берете вот так вот. Вам нужно, чтобы хвостик лег вверх. Вы прокрашиваете вот так вот линию. Вот он, ваш хвостик, да, допустим. И потом соединяете. Просто заполняя остатки пространства. И это уже не сложно. Смотрите. То есть, аккуратненькая, тонкая линия, которая не перегружает макияж. Выглядит все так естественно, лаконично. Делаем вторую стрелочку. Теперь подправляем, потому что они должны быть одинаковые. И у меня вот зеркало неудобное, потому что оно узкое. И я плохо вижу сразу два глаза. Мне увидеть очень сложно. Но я могу аккуратненько вот так вот подправить. Даже сухим ватным диском, ватной палочкой. Аккуратненько подправляю. И удлиняю чуть-чуть хвостик вверх. Практически одно и то же. И еще есть у нас одна подводка. Была в прошлом году. Тоже серия Very Me. Но она золотая. Сейчас излишки сниму. Золотая-золотая подводка. Такая классная, красивая. И я ее для усиления эффекта вот этого золота могу тоже проложить сверху. Чуть-чуть. Как бы блик. Небольшой блик. Потому что блики, они всегда интересно смотрятся. Капелька золота. И сейчас нам нужно будет поработать чуть-чуть кисточкой. Чтобы он не был слишком контрастным. То есть резко мы границу чуть-чуть с легкими прикосновениями растушевываем. Вот, замечательно. Сейчас надо проработать нижнюю часть глаза. Для этого нам нужно только немножечко сухих теней. То есть никаких контуров, никакого грузного макияжа. Я беру из этой же палетки. Есть тут золотисто-коричневый оттенок. Вот он внизу. Он такой приятный цвет. Он тоже блеский. И тонкой кисточкой, моей любимой кистью, я аккуратненько просто делаю намек. Тоненький намек. Не надо широких стрелочек. А у кого бывает такое, что темные круги вокруг глаз коричневого цвета, то коричневые тени вам просто противопоказаны, потому что они усилят вот эту пигментацию. Она будет более выделяться еще. У кого синяки слишком сильные, да, синие тени нельзя, потому что они подчеркнут синеву. И легкий-легкий намек, что у нас вот здесь вот контур глаза. Так как мы сделали стрелку сверху, мы должны чуть-чуть намекнуть и внизу. И соединяем с золотистыми тенями. Делаем градиент такой легкий. У меня даже сверху уже тени чуть-чуть осыпались, как раз на нужное место. Получается такой вот легкий-легкий невесомый макияж. Осталось добавить тушь. Я буду сегодня красить тушью 5 в 1 в красной палеточке, в красной упаковке. Тушь набираем вот таким образом. То есть мы не вот так делаем, а мы крутим внутри кисточкой. Потому что если мы слишком агрессивно делаем движения поступательные, то получается, что мы в тушь загоняем воздух вместе с микробами. Они там не нужны. У меня пока еще реснички не восстановились после наращивания. И мне с ними очень сложно. Они какие-то разные, где-то длиннее, где-то короче. На это уйдет еще, я думаю, месяц точно, пока они полностью все обновятся. Ну, поэтому пока что живем с тем, что есть. Серединки вообще короткие. Ну, это так глаза сильно не бросается. Главное прокрашивать ресницы от начала их роста. Особенно у кого светлые ресницы. Потому что если вы их будете красить только кончики, то получится, когда мы смотрим сверху, то как будто бы белесые такие пробелы. Это тоже очень некрасиво. А для блондинок, для обладательниц таких светлых ресниц, светлых глаз, я рекомендую пользоваться или фиолетовой тушью, или коричневой. То есть более мягкие, спокойные, натуральные оттенки. Потому что черная слишком резкая для таких вот белокожих, беловолосых девчонок. А вот, кстати, ляпнула немножко, да? Сейчас побольше ляпку поставлю. Покажу вам, как убирать ляпки такие. Бывает на тени вляпаешься. Уже все, макияж готов. Выбегать через 3 минуты. И тут в последний момент тушью ставишь себе ляпку. Не паникуем, не трогаем. Сразу даем ей время высохнуть. То есть она должна полностью высохнуть. И потом делаем одну фишечку. Сейчас покажу, какую. Докрашиваем несколько слоев ресничек. Красим нижние. Так верхние уравновешиваем. И нам останется с вами накрасить губы. Сегодня макияж у меня такой долгий получился. Надеюсь, вам понравится. Пишите обязательно в комментариях запросы. Может быть, какие-то. Все, что знаю, я обязательно расскажу. Поделюсь информацией. Мне очень нравится, что некоторые видео, прям большой отзыв у вас. Находят в ваших потребностях. Я вам очень благодарна. Кто пишет, девочки. Насколько мне это приятно. Потому что, ну, это тоже труд. Снять видео, настроиться, собраться. Я вам, конечно, очень благодарна. Только благодаря вот вашим комментариям у меня куча энергии появляется. И мысли, и идей для того, чтобы продолжать это дело. Итак, глазки готовы. Такие они у нас сегодня интересные, да, глазик. А теперь нам нужно убрать ляпку. Для этого мы берем вот эту простую кисть, которую мы расчесывали брови. И если все высохло уже, то это будет спокойно убрано. Видите? То есть макияж не травмируется. Аккуратненько просто удаляется. Вот и все. Если прям чуть-чуть там осталось, можно капельку пройтись уже сверху кисточкой. Все. Никаких ляпок. А на тенях вообще элементарно. То есть один раз щеточкой провели, и все у нас удаляется. И еще мне хочется добавить чуть-чуть хайлайтера вот под бровь. Как раз у нас тут остался на губке. Я добавлю чуть-чуть вот в эту зону. Как раз с тенями мы закончили. Так, размахнулась. Как бы высветлить это место хочется. И с этой стороны. Так. Если у вас нет челки, то и сверху тоже можно над бровями пройтись немножечко. Класс. Остается губа. Что мы с вами будем делать с губами? Опять же, сюда просится что-то такое мягкое, нейтральное. Ну, я возьму карандаш, который недавно пришел в заказ. Сейчас акция на серию Giordani. Такие огромные скидки. Такой нюдовый оттенок взяла. Просто великолепный, классный цвет. И прокрашиваем губы по контуру. Если хорошо проработана тональная основа с фраймером, то мы контуром можем рисовать губы больше, можем их уменьшать, в зависимости от потребностей. Что вы хотите. Обязательно прокрашиваем уголочки губ не сверху, а именно открывая рот. Вот так. Тогда это будет правильно. Заполняем все губы карандашом. Он, конечно, великолепный. Такой редкий оттенок. Я очень долго его искала. Я даже не знала, что в серии Giordani есть такой цвет. Помаду я буду использовать тоже Giordani. Шикарная упаковка. Шикарный цвет 31376. И воспользуюсь кисточкой для губ. То есть кистью я набираю прям с помады цвета. И уже по губам аккуратненько распределяю. Такой макияж губ будет держаться намного дольше, чем если просто помадой прокрасить. Мы сначала с вами сделали прошить тоном, потом контуром прокрасили всю поверхность. И помадой закрепляем результат. И лежит все вообще намного дольше. Вот и все. Как все просто. Такой вот макияж получился. Немножко я только недовольна ресничками. Ну, надеюсь, скоро это все пройдет. Жду от вас отзывов. Желаю вам красивых, классных макияжей. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока. Гоупро, выключись. Гоупро, выключись. Гоупро, выключись. Не хочется.